Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу свои очередные покупки из FixPrice. Многие из них я уже потестировала, и, кстати, не очень-то и много будет, но они все-таки полезные, скажем так, для дома больше всего. А еще многие почему-то говорят, когда я иду в FixPrice, это уже во втором магазине, что нужно потратить баллы, якобы они сгорят. Хотя такой нет официальной информации на сайте, не знаю, с чем это связано. Я была в третьем магазине в FixPrice, вот на днях я часть в одном покупала, часть в другом покупала, потому что очень часто такое бывает, что в одном что-то есть, в другом этого нет. Но это не последний мой заход в FixPrice. У меня получается, что еще много чего нужно для дома. Я там нашла коврики, которые стоят в Ikea намного дороже, чем если вы возьмете в FixPrice такие полупрозрачные коврики, которые можно стелить на любые поверхности, там на стол, шкафы какие-то. Я даже покажу вам потом, где я их применяю, для чего они мне, собственно говоря, нужны. Но это мой следующий будет заход, потому что в одном магазине были только розово-зеленого цвета, они вообще мне не подходят по цвету. Ну ладно, давайте приступать уже к покупкам. То, что будет потом, это будет потом. Нам же интересно, что я купила сейчас. Это вот такие вот вешалки. Я вообще хочу, чтобы каждая вещичка, будь то это водолазка, либо маечка какая-то висела на этой вешалке, чтобы не было такого. Мне нужно куда-то идти, а у меня куча неглаженного белья. Я хочу, чтобы у меня все мои водолазки висели подряд, и они были отглажены изначально. Я хочу, чтобы у меня, допустим, те же самые домашние костюмчики, которые есть у нас в вискозной, в Фаберлик. Вот, я тоже хочу, чтобы они были развешаны на вешалках, и чтобы я вставала и понравившуюся вещь одевала сразу. А не одевала первая попавшаяся, как это часто бывает. Тебе куда-то надо спешить, но так как у тебя нет времени погладить это, ты одеваешь то, что ты уже носила вчера, позавчера и так далее. Но эти вешалки, они слабоватые, то есть они выдерживают максимум одну какую-то вещь, ну, две вещи, но легкие по... То есть вы не повесьте сюда ни куртки, ни даже тяжелые вещи. То есть для мужчин, я так думаю, навряд ли такие вешалки подойдут, они такие чисто женские. И 6 штук стоят 55 рублей. Потом я купила перчатки. Не знаю, угадала ли я с размером или нет. Мы сейчас с вами вскроем и сразу ее попробуем. Я размер С брала, так как я ношу 6,5. У меня что-то капитон чешется. Мы, походу, что-то с ним подхватили. Он, походу, подхватил. Вот, суперпрочные, да, кстати. Материал у них очень хороший. Там были другие две пары за 55 рублей. Я решила взять одну пару за 55 рублей, потому что было написано, что они мега суперпрочные. И вот это вот я взяла размер шестерку, ой, шестерку, С. Она мне подошла. Здесь с обратной стороны есть шкала, которую якобы нужно измерять. Но я так и не поняла, как это делать. То есть вот я прислоняла к той шкале, которая вот здесь вот нарисована. И по размерам мне вообще Excel полагается. А, или вот так вот надо. А, это вот так вот, наверное, надо. Ну, короче, не знаю, как точно мерить. Либо вот так вот это мерить, подскажите мне. Либо вот так вот, правильный вариант. По длине. Но мне вообще, вот так вот я мерила, по моей руке подходила Excel. Но я понимала, что я в Excel утонул. Там были, я говорю, две пары за 55 рублей. Они были по желтого цвета. Она взяла вот эту вот одну пару. Мне понравился цвет именно. Сочетание красного и белого. Ну, как-то они более приятные, что ли, так. Вот. К ним я взяла белизну. Ну, впервые, наверное, за долгое время. Причем это, знаете, белизна геля, отбеливатель с комплексным воздействием. Он отбеливает и чистит и дезинфицирует. Можно им стирать и белье, и смыть ванну, стиральную машинку и так далее. Там, где нужен отбеливающий антибактериальный эффект. Но есть одно но. Я вообще хотела доместа взять, потому что у меня белая поверхность, столешница на кухонном гарнитуре. И там постоянно оставляются, остаются вот эти вот разводы, следы от красящих продуктов. И у меня уже все так вот разноцветными пятнами покрыто, вся эта столешница. И я попросила Аню, думаю, может быть, какое-то специальное средство. Это предыдущая владельца этой квартиры, хозяйка этой квартиры. И я у нее спросила Аня, чем вы чистили поверхность? Потому что, думаю, ну, если чем-то отбеливающим, то, может быть, можно повредить эту вот столешницу. Разъезд, может быть, там... Ну, я предполагала, что можно и белизной. А Аня показала мне флакон, а доместеса. И потом я зашла, когда я была в Экспрессе, думаю, какая разница взять. Доместеса я там не нашла, думаю, а может быть, что-нибудь такое другое отбеливающее взять. И зашла в интернете, просто посмотрела состав доместеса. Так вот, доместес ровно с таким же составом, как и вот этот вот белизна гель. То есть, ничем не отличается. Там еще был в другом немножко флаконе, то есть, бутылка вот огромная, тут целый литр, 950 грамм. И там еще была такой же фирма, Чистин, но с носиком в виде, ну, утенка, для того, чтобы можно было обрабатывать еще и унитаз. Вот, я решила такой взять, потому что разница была в 22 рубля. То есть, этот стоил 55 рублей, а тот, который с носиком, он стоил 7,7 рублей. Составом ничем не отличались, по-моему, один и тот же объем был, но единственное, у того был носик, у этого нет. Но, так как у меня для туалета есть специальное средство для фаберличное, для туалета, поэтому решила просто, вот именно мне нужно для столешницы в кухне ее, чтобы отбить. Сейчас я вот, наконец-таки, быстрее старалась снять видео, чтобы мне убраться. Потом еще взяла ватные диски. У меня одна упаковка лежит, решила на будущее взять еще одну упаковку. У меня там очень много накопилось баллов, мне их необходимо потратить. Ну, так как, опять же, продавцы сказали, что эти баллы могут сгореть в январе, поэтому тратьте их быстрее. Ну, думаю, при запас возьму ватные диски. Также, капитону, в последнее время у моего кота безумно лезет шерсть. Это просто какое-то, вот я просто кусками вытаскиваю эту шерсть. В огромнейших количествах, что-то еще у него, походу, там либо завелось, либо, ну, скорее всего, завелось. Я так предполагаю, что это демодокозный клещ. Я уже скоро сама смогу диагнозы составить. У меня от демодокозного клеща есть определенные такие капельки, но они почему-то ему не помогают. Вот, скорее всего, поедем к врачу с ним вместе, чтобы посмотреть его, наверное, анализы какие-то. Я даже не знаю, я не так часто с ним бываю и хожу по врачам. Мы максимум с ним один раз были, причем просто у него какое-то повреждение было, нога вздулась. Вот эти вот поездки в деревню, они, конечно, сказываются не очень-то хорошо для него, потому что он домашний кот, он не привык, у него нет иммунитета ко всяким вот этим вот вирусам, заболеваниям и так далее. И видно, он там чего-то нахватался. Может быть, с кем-то там дрался в драках, перенесли ему в шею нету, в лох нету. А вот взяла ему вот такие вот витамины, но очень сложно ему их давать, потому что он их практически не ест. Я стараюсь вмешивать их и в жидкий корм. Вот сейчас 4 таблетки прям поместила в пакетик с кормом, открыла, поместила в пакетик с кормом, думаю, там же жидкость есть, разбухнут они, размякнут. И я потом все это перемешаю, сделаю такую массу, однородную массу. Может быть, он как-то так съест. Также я на 4 половинки крошу. То есть, эти вот Доктор Зоу продаются и в ветеринарных разных магазинах. Я знаю, но стоят они значительно дороже. Вот в Фикс Прайсе они всего лишь за 55 рублей. И я делю, то есть в жидкий корм положила, и делю так вот на четвертинки и кладу сверху чашки с сухим кормом. И он берет вот так вот, хватает, да, и частично по четвертинке схватывает вместе с кормом. Но он выборочно как-то выбирает. То есть, нет такого, что он... Вот я ему раскрошила таблеток 10. Вот максимум из них он схватил там 2 таблетки. Не знаю пока, как давать. Если у вас есть какой-то опыт вмешивания вот этих вот таблеток в корм, поделитесь. Вот попробовала еще с жидким, растворить в жидком корме. Не знаю, прочепает он это или нет, будет ли он есть этот жидкий корм или нет. Потом уже не первый раз я беру вот такую расческу. Эту расческу на этот раз я взяла маме. Девчонки, я вообще в полнейшем восторге от нее. Я не буду вам скрывать, у меня точно такая же есть. И вам я ее показывала вот сейчас поблизости. Она имеет цельную вот эту вот основу. С этой стороны она светло-розовая, с другой стороны она будет вот такая вишневая. Максимум, что с этой расческой может случиться, она вот так вот разъединится на две половинки. Но у нее не будет, как это часто бывает с обычными расческами. Выдергивается вот эта вот верхушка, ну он чешется просто капец какой-то. Не будет такого, что верхушка будет выдергиваться, как это часто бывает у обычных расчесок. И мне она очень-очень понравилась. Да, волос от нее немножко намагничивается. Но она настолько шикарно прочесывает волосы, не оставляет ни одного колтына. Очень хорошо вычищает их. И расческа сама по себе хорошо чистится. Вот я никогда не встречала таких расчесок. Обычные расчески, для того, чтобы с них вытащить волос весь, нужно постараться. Он все равно там остается, забивается. У этого вот проще простого. То есть снимаешь, и он очень хорошо вычищается. То есть снимается единым таким волокном. То есть прочесал, снял, все. Вообще отлично снимается волос. И еще плюс ко всему, я ее мыла. И она хорошо моется. То есть там какие-то остаточки. Пыль забивается, там маски на волосах, которые летят. Повсюду и везде. Я немножко прочистила маникюрными ножницами внутри зубчиков. А потом просто прополоснула под проточной водой вместе с мылом. И у меня эта расческа прям такая чистая-чистая. Как будто бы я только что ее купила. То есть классная расческа. Вот вообще могу рекомендовать смело. Также я взяла губки про запас. Пусть лежат они, когда лишними не будет. Потому что это губки как соль. Их часто и сахар забываешь покупать. Так что пусть будут. Вот эта вот штука шикарная. Я не ожидала от нее, если честно, такого эффекта. Так как у Купитона сейчас лезет шерсти в огромном количестве. Мне понадобилась расческа. То есть я устала за ним здесь мыть полы. Такого количества волос. Ну, я не знаю, может быть у нее линька какая-то. Может витаминов каких-то не хватает. Поэтому мы сейчас усиленно работаем над этим моментом. Чтобы он немножко пришел в себя. Так вот, эту расческу сейчас я вам видео вставлю коротенькое. Как я расчесывалась. Расчесывала. То есть он получает колоссальное удовольствие. Кайфует. Ну, иногда так вредничает. Но, по крайней мере, не уходит. То есть ему вот это вот прочесывание, массаж. Как-то немного даже по кайфу. Вот думала, ну вот, что от нее можно ожидать от этой расчески. Какие-то нечастые зубцы, да. Не силиконовые, как резиновые такие. Думаю, ну что она будет прочесывать. То есть я вообще от нее не ожидала такого результата. И действительно, они чешут волосы великолепно. И потом вот этот вот волос, вы увидите, можно прям валенки вязать. Он вот так вот пучком снимается с этой расчески. Крутейшая вещь. Вообще, вот всем, тем, у кого проблемы с шерстью, рекомендую. И купила еще из посуды. Там сейчас очень много посуды. И, кстати, прошу обратить внимание, что вся эта посуда, она турецкая. Вот Турция. Сделана в России, а изготовлена по лицензии Турции. Уж не знаю, какая разница в этом. Но она недорогая. То есть там разные чашечки начинают с 55, заканчивая с 199 рублями. Это если вы большое блюдо покупаете. Я вам уже показывала в предыдущем видео с покупками, с фикс-прайсом, сколько посуды я там набрала. И стоит это просто каких-то копеек. Мне жалко, что она разобьется. Мне там не нужна как посуда, ну, как-то из богемского стекла. Потому что она имеет свойство биться. И мне не так жалко будет, если вдруг там так на край положила. Если она разобьется. Вот это вот тоже выполненные стекла. Это специальная. Я часто очень покупаю лимон. Специальный контейнер под лимончик. У меня был пластиковый, но я решила заменить на стеклянный. Чтобы это красиво смотрелось. Ну, не знаю, мне понравился. Не помню, сколько стоит. Или 99 рублей. Сейчас мы с вами глянем. У меня тут дождик остался. Блюдо для лимона. 38,54. Но у меня и скидка была сработала. Да, он стоил всего лишь 55 рублей. 55 рублей. Стеклянная штука под лимон. И да, я еще Капитону взяла травку. Тоже сейчас вам вставлю в видео. Посмотрите. Я ее пока выращиваю. Еще ростки у меня не взошли. Но в зависимости от того, когда я выложу это видео, я потихоньку вам буду снимать. Тоже накупила витаминов. Потому что у него какие-то проблемы сейчас со здоровьем. Травки это взяла. То есть будем смотреть, что поможет. Будем все использовать в комплексе с ним. И покажу вам травку это. Как она будет расти. Все. Мы на этом с вами закончились. До новых встреч на моем канале. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока-пока. Вот, смотрите, девчонки-чесалка в действии. Во-первых, я смотрю, ему нравится. Мурчит. Кайфунь, да? Так, вот у нас тут. Мам-то насвечосивает. Аллилуйя. Вот, смотрите. Вы просто не представляете, я в последнее время просто от такого количества волос прихожу в негодование. До такой степени я думаю, блин, куда-нибудь бы деть капитулонно. Но я понимаю, что я его никуда не дену, вот. А мне такими мыслями вообще нельзя заниматься, потому что все мои мысли, они материальные. Он может исчезнуть при трагических, скажем так, обстоятельствах. Поэтому вот это вот действительно спасение. Вот, посмотрите, почесала его чуть-чуть, а уже столько на расческе. Вот так вот каждый день я его буду теперь вычесывать. Купила еще литонечку, которую я вам показывала. И что у нас там, ой, 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 и мы сами пришли чешеваться. Мы еще они, скажем вам, мы еще они пришли чешеваться, скажи, нам понравилось. Нам эта чешалка понравилась, да? Нам эта чешалка понравилась. Вот смотрите, сколько шерсти остается. Крутая штука. Я, конечно, не ожидала от него такого. И еще сейчас в Экспрессе продается вот такая вот травка. Я сразу ее хочу залить водой, потому что неизвестно, когда я сниму видео. Вскрою, сейчас смотри, покажу, как она выглядит. Потому что эта травка им полезна. Тем более для кошек, которые не живут в естественной среде, которые едят только тот корм, который вы им даете. Трава, это для них все. То есть первым делом, когда он приезжает ко мне туда, в деревню, к родителям, он кидается вот на эту траву, он ищет срочно вот эту траву. Смотрите, здесь вот таких вот два валика. Они в ткани, внутри лежит овес. И его нужно залить водой. Только вот картонка не очень хорошо отрывается. Залить водой нужно не более 150 мл накрыть лоток крышкой, картонной крышкой. Сейчас будем где-нибудь искать, потому что это вообще не подходит. И поставить в теплое, хорошо освещенное место. Я даже знаю, куда я это поставлю. Через 3-4 дня, когда появятся ростки, уберите крышку. Поддерживайте дренажный мешок во влажном состоянии. Не допускайте уровень воды выше уровня семян. Через 8-10 дней свежая трава готова к употреблению. Так что потом вам в процессе покажу, как это будет выглядеть. Девчонки, вот смотрите, видите, какое количество шерсти я вычесываю. Причем я вычесываю уже так и третий раз. Действительно щетка рабочая. Вообще всем могу рекомендовать. Меня поймут те, которые живут с котами, с которых лезет просто шерсть пучками. И для меня прям спасение такая щетка. И вот смотрите, как эта шерсть снимается. Можно сказать, даже валенки вязать. Смотрите, какое количество этой шерсти, которая просто у меня падала раньше на пол. Я не переставала чуть ли не каждый день мыть полы. Вот, а, ну да, это же у меня в экспрессии пойдет. Смотрите, выросла до какой степени она. Мась, давай мы тебе сейчас дадим вот сюда. Давай, иди сюда кушать будем. Вот смотрите, как она ее ест. Трава у нас выросла. Это у нас, наверное, прошло дней 5. Вот он ее так с жадностью хомячит. Вчера я просто ее бросаю. Брал и швырял. Брал и швырял. А сейчас прям так смотрю. Глуши отцепить это. Не зря мы тебе покупали ее. Мась, ну только не надо вот так вот кидать. Мась, ну что такое? Мась, ну всё это. Ух ты. Продолжение следует...